Безопасность городских насаждений под угрозой. Иркутские тополя оказались захвачены неизвестным вредителем. После нашего репортажа в одном из предыдущих выпусков программы к расследованию дела подключились специалисты Центра карантина растений. Кто же ответственен за медленную гибель деревьев? Все подробности в материале Павла Желудева. Выбрать нужное из тысячи имен. После появления неизвестного вредителя на тополях в одном из районов Иркутска опознанием нелегала занялись в Центре карантина растений. Однако долго скрывать свою анонимность паразиту не удалось. Профессионалы с первого взгляда разглядели в нем тополево-салатную тлю. Родом эти насекомые из Средней Азии, однако до сих пор мало изучены. Поэтому каждая такая находка – событие. На черешке два гала, в левом, в одном галле, пока личинки еще не созрели, то есть они бескрылые личиночки, а вот в правом галле, здесь уже крылатые особи, которые готовы к полету. На своей исторической родине слетать с деревьев тля начинает в начале лета. В сибирских условиях вредителю пришлось изменить свой график, поэтому до сих пор в коконах много личинок. Тополя насекомые используют только в качестве инкубаторов, однако этого достаточно, чтобы причинить вред насаждениям. В дальнейшем листья, которые повреждены черешковым пемпингом, они, конечно, раньше времени постареют, так скажем, потому что сосудистая система листочка нарушена. Такое влияние может раньше времени состарить дерево. Листьям вредят преимущественно самки. Именно они ответственны за появление и распространение коконов, причем обычно на тополях с ослабленным иммунитетом. Попасть к нам в регион вредители могли только вместе с некачественными семенами. Жизненный путь тополево-салатной тли длится всего один сезон, но за это время она успевает навредить как деревьям, так и траве. Ведь именно на земле вредитель проводит большую часть теплого времени года, а ближе к холодам эмигрирует обратно на тополя, чтобы оставить потомство на следующий год. Однако сейчас бороться с тлей уже бесполезно. Спасти деревья от вредителей может только обработка специальными ядами, проводить которую нужно в строго отведенное время, ранней весной, чтобы застать вредителей уже снаружи тополей. Иначе с каждым годом опасных нелегалов на городских насаждениях может стать только больше. Павел Жолудев, Виталий Перетолчин. Новости по будням. 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 Новости по буд